Двойной триумф российского спортсмена на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду. Еще одна золотая медаль восходящей звезды мирового спорта. Автором побед стал Дмитрий Логинов, которого соперники, возможно, недооценивали, так как на Олимпиаде в Хёнчхане в 2018-м он занял только 32-е место. О том, как сила воли и стремление выиграть, сделали счастливым номер 13. В репортаже Антон Вернискова. Своей же второй за два дня золотой медали Дмитрий Логинов ехал по трассе под, казалось бы, несчастливым 13-м стартовым номером. За день до этого он уже стал первым с лалами-гигантей. Вот параллельный с лалом и финиш. Логинов скрывается за снежной пеленой. Все началось, как говорит его первый тренер, на обычном уроке физкультуры в 2010 году в городе Дивногорске, что под Красноярском, куда пришел набирать мальчишек в секцию сноуборда начинающий тогда тренер Алексей Деревягин. Я ему такой вопрос задал, и всем, как говорится, ребятам, кто хочет на Олимпиаду. Он говорит, я хочу. Я говорю, ну все, приходи ко мне на тренировку. Мы связывались. Я говорю, Дима, ты просто крут. И на сегодняшний день Дима просто пишет историю российского сноуборда. Родители Димы ждут его дома в Красноярске. Говорят нам, что переживали за сына, сидя у телевизора, не пропустив ни одной трансляции США с чемпионата мира. Конечно, не хватало. Хотелось просто ворваться в экран, схватить его. Да, схватить. Расцеловать, обнять. Буквально вот на днях исполнилось ему 19 лет. Сделал себе замечательный подарок. Вообще за последний год в жизни Димы Логинова произошло столько событий. Сначала Олимпиада в Корее, где он стал всего лишь 32-м, сказалось, видимо, волнение. Зато потом выигрыш и первенства России, и юниорского чемпионата мира. А еще и призыв в армию, в спортроту. Родители даже ездили к нему на присягу, которую он принимал в сочинском олимпийском парке. А еще они говорят, что нынешний двукратный чемпион мира мог и не стать сноубордистом. Ведь начинал он с каратэ. Светловолосый мальчишка с желтым поясом и есть Дима Логинов. Алена Заварзина, чемпионка мира и бронзовый призер сочинских олимпийских игр, не просто следила за выступлениями наших на этом чемпионате. Она комментировала заезды на одном из спортивных каналов. И болела не только за своего мужа Вика Уайлда, но и за Диму Логинова. А он, между прочим, взял и обогнал двукратного олимпийского чемпиона в полуфиналь. Погода была в Америке очень неблагоприятная, очень тяжело, плохая видимость. Я, честно говоря, не хотела бы быть на месте спортсменов. Дима Логинов на самом деле прошел через это просто, как будто бы его вообще ничего не волновало. Посмотрим, как он справится с этой волной успеха, с этой популярностью, которая сейчас его неминуемо ждет. Все эти медные трубы, которые будут встречать его, я уверена, завтра в аэропорту. Нет, говорит мама чемпиона, медные трубы – это не про ее сына. Он, в принципе, такой ребенок у нас, что он считает, что он еще ничего не добился в этой жизни. Не звездится. И что не звездится. Прямо сейчас самый молодой в истории чемпион мира по сноуборду, которому 19 лет-то исполнилось лишь 2 февраля, всего 4 дня назад, летит в самолете, возвращаясь на родину. Меньше чем через месяц Дмитрий Логинов, он же еще и студент, будет участвовать в универсиаде в Красноярске, на той самой трассе, которую он знает с детства. Антон Верницкий, Наталья Литовка, Светлана Ведяшкина, Алина Сануева, Первый канал.